Валерий Криво Отец, спасибо тебе за этот день и просим тебя, чтобы ты дал нам размышлять в ту сторону тех истинах, которые ты хочешь, чтобы мы размышляли сегодня. Господи, ты знаешь, сердца наши, они открыты перед тобою и дай мне передать тот материал, который ты хочешь, чтобы я передал, Боже, что будет правильно на этот момент, на это время и в точности для наших сердец во имя Господа нашего Иешуа. Аминь. Хорошо, дилемма, если все-таки повторять предыдущие дни или нет, но думаю, немножко вернуться все-таки, потому что я дал материал, я не знаю, как он вам показался. Все просто, все ясно или очень сложно. Я не знаю, скажите, вот, скажем так, может быть, после трех дней, может, какую-то вашу реакцию по поводу материала. Мне просто интересно. Или, может быть, вот после того, как вы прослушали три дня, я пытался в такой сжатой форме дать принципы души попечения, что может быть самое важное, то, что у вас осталось в сердце, о том, что больше всего запомнилось для вас? Корень. Надо копаться до корня. Конкретно. Надо копаться до корня. Хорошо. Что это значит? Проблемы, на самом деле, хоть мы глубоко, глубже, чем я думал. Вот этот корень, который… Есть корень проблема, которая покрывается дождем вот этот шторм. И чтобы… Надо вот этот корень разобраться с корнем, чтобы убрать этот шторм. Ну, например… Надо разобраться с корнем, чтобы убрать шторм. Может быть, не совсем, чтобы убрать шторм, а правильно… Ставить диагноз. Чтобы правильно поставить диагноз. Да, спасибо, чтобы правильно поставить диагноз проблемы. Потому что шторм может не переставать. Да. Мы хотим избавиться от внешних событий, то есть от внешних штормов, от обстоятельств. Но не всегда Бог избавляет, да. Например, Павлу Бог сказал, достаточно для тебя моей благодати. Он просил Бога избавить его. И он даже сказал, что он допустил ангела сатаны удручать его по определенной причине, да. Он даже говорит, я оставляю тебе некоторые немощи, слабости, для того, чтобы ты, будучи в немощи, опирался на меня. Ну, не совсем то, о чем мы здесь говорим, но все-таки Бог может оставлять события, обстоятельства внешние, которые давят на нас и хочет, чтобы мы не события изменились, а мы изменились. То есть, чтобы мы увидели, где в нашем сердце есть песок, где есть камень, да. Хорошо, что еще вы запомнили? Для себя взяли, может быть, самое практичное? Ну, в целом есть материал очень интересный и инвестированный. То есть, как-то запоминается благодаря тому, что везде идут какие-то стенки, иллюстрации или какие-то такие инструменты, которые легко запоминаются. И даже если там не будут под руками под сектор или что-то, то можно, в принципе, по схеме вспомнить о том, что вышло. Хорошо, по схеме можно вспомнить. И, я думаю, что еще много, вот, и другие тексты можно будут объяснять всеми домиками и другими вот такими. Схемы можно придумать для многих, я думаю, текстов. Для ситуаций, окей, хорошо. То есть, можете использовать иллюстрации, да. Хорошо. Что еще? Мария… То есть, из того, как мы пытались помочь Марии, что еще для вас было интересного, необычного, нового, что-то, что вы можете к себе применить? Может быть, не сразу, но… Неправильное пополнение будет неправильным мышлением. Хорошо. Неправильное… Неправильное… Поклонение, да. То есть, неправильное поклонение вначале изменит наше мышление, затем изменит наше поведение. То есть, мы сказали, что до того, как человек согрешил, он должен поверить в лжи, да. То есть, должно быть искажено его мышление. Он поверил лжи, потому что где-то он начал поклоняться не Богу, да. Где-то было сокровище, ценность, которая стала для него, а в его сердце, идолом. Что-то захватило его сердце. Еще запомнилось из Якова 4-й главы, что когда у меня конфликт, это я воюю против Бога. Окей, хорошо, отлично, хорошая мысль. Когда у меня конфликт, я в действительности воюю не просто против человека, я воюю против Бога. Почему? В самой психике. В самой психике, ну да, в принципе, прелюбодея и прелюбодея. То есть, конфликт вызван тем, что у Марии конфликт с мужем, да. Она видит в муже проблему. Она приходит к нам на встречу и говорит, моя проблема с мужем, помогите мне, молитесь за меня, чтобы мой муж изменился. Мы понимаем, что конфликт Марии по-настоящему, он вертикальный, вражда против Бога, да. Конечно же, мы не будем, то есть, для чего мы разбирали, для чего мы три дня потратили, чтобы разобраться с Марией. Она приходит и говорит, что сказать, короче, Мария, ты идолопоклонница, враждуешь против Бога, он нас посмотрит, скажет, ну спасибо, помогли, утешили. То есть, почему это такой длинный процесс? Если действительно мы хотим помочь людям, конечно же, помните, мы не всегда, нам понадобится долго времени, иногда мы можем понять, что человек готов, да. Но главное, что я хочу вас побудить, это задавать вопросы, да. задавать вопросы и слушать человека, да. То есть, человек приходит, высказывает что-то, если вы не поняли, подумайте, поразмышляйте, какие вопросы вы можете задать, чтобы понять Марию, чтобы понять ее сердце. Поэтому вот я вам эти вопросы верю в небольшой ресурс. Когда я часто разговариваю с людьми, я вопросы на странице 9, на странице 9, вопросы сердца, это очень хороший ресурс. Мы помним, что даже если вы не помните все детали и так далее, но мы понимаем, что есть ситуация, человек как-то реагирует, да. И мы пытаемся понять, почему человек поступает, как он поступает, да. Можно просто молиться даже, я часто тоже не имею, как бы просто молю, Господи, дай мне задать правильный вопрос, я молю, какой вопрос мне надо задать, чтобы мне понять, что сейчас, что происходит в сердце у человека, да. То есть, и я понимаю, какой-то опыт, но и тоже мудрость от Бога. Какой вопрос задать? Потому что задать правильный вопрос, это 80% уже, знаете, консультанты даже в бизнесе, да. Кто такие умные консультанты? Это не те, которые дают правильный ответ, да. И знаете, консультанты, и компании, некоторые думают, они ждут, вот они придут, там компания, то есть там проблемы, и вот они придут и скажут вам ответы. Но по-настоящему, настоящий консультант это те, которые умеют задавать правильные вопросы. Потому что правильно поставленный вопрос, это уже 90% правильного ответа, да. Поэтому мне более нравится, как я уже говорил много раз, стараться не давать человеку какие-то ответы. Потому что это тоже, опять же, Ишуа постоянно задает вопросы людям, вопросы на вопросы. И тоже притчи, да, интересно, не дают какого-то ответа. То есть люди его спрашивают, говорят, а я вам расскажу притчу. И рассказывают притчу там про работников, а что вы думаете, что сделает там хозяин с этим, а что вы думаете, то есть и вроде бы нет ответа, но по-настоящему притча красива в том, что она заставляет человека задуматься, да. Она заставляет человека, он уходит, то есть иллюстрация образа, ага, интересная, он размышляет. И, в общем-то, часто люди хотят, может быть, получить иногда от нас ответы, как бы рыбу. Но иногда важно дать им удочку, да. Пусть идет и думает, и пусть Бог сам говорит к его сердцу. Потому что я такое заметил, что, опять же, почему мы вам показывали вот эту скалу, да. Последняя иллюстрация. Так долго вот так мы шли, спрашивали, да. Люда заплакала даже вот так живую. То есть почему это такая долгая была иллюстрация. То есть это, ну как бы, пример того, что мы пытаемся постепенно… Это в действительности, если мы хотим помогать служить людям, то мы действительно врачи, и такое душепопечение это как духовная операция, окей. Это как операция на сердце, да. По-настоящему никакому человеку неприятно, когда вообще лазит в его организме, да. Тем более, если лазит в его сердце, да. Обычно людям это не сильно нравится. Поэтому, конечно же, сразу залезть ему в сердце, начать ковырять, и особенно там ему пальцем там показывать, что у него… Это никому не нравится, да. Это никому не приятно. Но как духовная операция… И знаете, я понял, что Господь, Он такой же, Он любящий. Он не убивает сразу, там, не приходит, и посмотри, какой ты грешник, тебя лицом… Face up table, да. Короче, ну, то есть Бог, Он, я заметил в моей жизни, Он очень так, некоторые вещи очень так медленно… То есть я уже давно, может быть, грешу каким-то грехом, он не поступает, но Он не будет сразу приходить, и там может быть… Но когда Он вдруг нежно приходит, и вскрывает мое сердце, я понимаю – вау, как же до этого, да. То есть я понимаю, что Он это делает нежно, не хочет как-то меня сразу убить. И мы милостиво относимся к людям, стараемся, да. И душепопечение – важно сострадание, милосердие. Когда человек видит, что вы ему сострадаете, когда человек понимает, что вы действительно… Понимаете, как ему больно, что вы не праведник, который такой крутой, честный и святой, но вы, в принципе, на том же уровне с этим человеком. Тогда вы очень медленно продвигаетесь в этой духовной операции и стараетесь задать ей вопросы, которые сами помогут ей встретиться с Богом. «Интересно, мы пели эту песню в конце, меня очень коснулось, что Божья любовь больше наших надежд». И действительно, я подумал про Марию и про себя, про каждого человека, то есть, что Бог хочет нам намного больше, чем мы хотим себе. И общаясь с Марией, мы понимаем, что ее сердце очень хочет этой любви, уважения от мужа, принятия, покоя. С другой стороны, она не может его простить. То есть, мы говорили, что, в общем-то, это может быть такая внутри человека раздвоенность. Но и вроде бы кажется, что такого плохого в том, что она хочет получить этой любви. Но мы понимаем, что, я понимаю, что то, что Бог для нас приготовил и хочет дать, он намного, намного больше, чем кто-то из людей может нам дать. И пока мы не отпустим руки, и то, что у нас есть, и то, что мы держим очень сильно, Господь не может дать нам настоящую любовь, настоящую ценность, которая есть Он Сам, и это сокровище. Поэтому, в общем-то, Мария борется с Богом, но борется, как Яков. То есть, Бог хочет благословить ее. Она еще больше, как бы, да, цепится. Еще больше это борьба, пока он сильно не поражает бедро Якова. И Бог будет продолжать, возможно, поражать Марию. Продолжать будут быть вещи, которые она будет искать этой любви, этого признания этих идолов. И внешне все будет разваливаться, потому что Бог будет ждать, пока действительно она увидит это, пока она осознает это, и не поймет, что Он единственный источник поклонения, счастья, наслаждения. Мне нравится место 15-й псалом, где написано «блаженство в его руке» и полнота радости перед лицом его и счастья в руке его. То есть, счастье в его руке, только он дает счастье. Поэтому, когда вы общаетесь с человеком, есть вопросы, которые, например, с Марией могут очень хорошо вскрыть ее сердце. «Мария, что ты думаешь, например, что есть для тебя счастье? Как ты думаешь, как это можно счастье получить?» Если она отвечает «как счастье, конечно, любящий муж» и так далее. Оно вскрывает, что для тебя есть истинное счастье, как ты думаешь, что это счастье выглядит. И оно помогает вскрыть те сокровища, которые есть внутри человека, то, что он считает своими ценностями. И таким образом будет легко понять его сердце, чем оно управляемо, в чем он видит источник его счастья. Конечно, он может сказать «ну да, конечно, в общем-то, Бог – это счастье», но если мы видим ситуацию с Марией, она не понимает этого, она не видит этого. Поэтому Богу нужно иногда разрушить ее земное счастье, довольство для того, чтобы она могла пережить его. Я думаю, что каждый из нас в какой-то степени пережил это, понял. Если еще не пережил, то Господь даст это пережить. Хорошо. Вопрос. К вам приходит Мария, любой другой человек. Вы видите разваленную жизнь человека. К вам приходит человек, и вы видите, что, например, у него болеет долгое время, жена его бросила. Он приходит, он сидит, и ему очень тяжело. И вообще, скажем так, и он достаточно сетует на Бога, не понимает его. И, например, раньше человек там был каким-нибудь начальником, сегодня он потерял работу. опять же, там, жена его оставила. Может быть, дети его болеют, он сам болеет. Каким выводом мы можем прийти по поводу этого человека? Или что может быть для нас, как мы можем, или как часто могут христиане, как бы, подходить к такому человеку, как вы думаете? Что мы склонны искать? Ну, чисто естественно. Грешок. Грешок, да. Ну, как бы. Склонны к милости. Склонны к милости? Ну, некоторые… Некоторые может… Нет, мы говорим о верующем человеке. Нет, извините, я говорю о верующем человеке. А я сказал не верующий? Нет, верующий человек, да, я может быть. Ну, да, мы склонны… Мы склонны искать какой-то грешок, да. То есть, мы склонны… Ну, то есть, например, был верующий человек, и… Да, отступился, наверное, мы думаем, слушай, ух ты, ну… Там, например… Ну, какая может причина, думаем… Дом… На Украине слышал, там, дом… Что-то там… Дети погибли, дом… Огонь, пожар… Дети погибли… Там, еще что-то у него… Опять же, там, не знаю… Жена оставила деньги, все пропали… И, естественно, внутри нас возникает вопрос… Ну, наверное… Согрешил… Но не на пустом месте, да. Не на пустом месте, да. Ну, то есть, видно, есть какой-то грех в жизни человека. И… В действительности, смотря на Марию, просто не зная вопросов… Тоже можем… То есть, можем сделать любые выводы… Но… Для того, чтобы… То есть, будет… Если мы говорим о принципах душепопечения… То будет не… Это будет неправда… И не полностью мы раскроем эту тему… Если мы лишь только будем говорить о ситуации, как была с Марией… То есть, ситуация, в которой мы искали и размышляли, что неправильное в ее сердце… Где находятся ее идолы… Потому что тогда может возникнуть такое впечатление… Что каждый раз, когда мы встречаемся с любым верующим человеком… У которого есть какие-то видимые проблемы, да… И даже вроде бы, видимо, он как-то и говорит не очень хорошо о Боге… Да… Может, когда жалуется на Бога… Как же ты там Бог… Вот так и так… Может показаться, что… Слушай, этот человек грешки… Надо поискать его идолы… Где сокровища его сердца… Надо… Чтобы он покаялся… Он должен в чем-то покаяться… И тогда Бог… Все будет хорошо, да… То есть, сейчас покайся… И Господь тебе все вернет… Но для этого Бог дал нам книгу Иола… Которая является самой большой душепопечительской драмой или истории в Библии… Окей… Для того, чтобы мы были очень осторожны… Когда мы общаемся с людьми… Для того, чтобы мы понимали, что внешние обстоятельства… И даже слова человека, которые он говорит… В ситуации большой-большой боли и скорби… Да… Даже его слова, которые могут показаться нехорошими… По отношению даже к Богу… Окей… Не обязательно… Говорят нам… О том, что… У этого человека есть конкретные идолы или грехи… В которых он должен покаяться… И что Бог обязательно… В чем-то на него гневается… Да… Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня… Разобрали немножко… Как Бог даст… Книгу Иова… Именно с перспективы душепопечения… Знаете… Эта книга, она… Ну… Действительно уникальная… Книга уникальная… Существует… Знаете… Когда я уверовал… Читал разные трактовки… Этой книги Иова… И я не знаю… Скажем так… Что вы читали… Какие вы трактовки читали… Но я… Скажем так… Был убежден в том… Что… Иов был достаточно… Ну… Самоправедный человек… Да… Который много выставлял свою праведность… Пытался доказать ее Богу… И… Как бы в этом была его проблема… И в этом ему нужно было покаяться… В самоправедности… Да… В каком-то фарисействе… Может быть… Не фарисействе… Но… Самоправедности… Но… Я хотел бы… Чтобы мы сегодня взглянули на эту книгу… И разобрали… Вот… То, что в ней происходило… И посмотрели… И… Постарались… Научиться… Хорошему… И плохому… Из этой истории души попечения… Окей… Прежде всего… Прежде всего… Прежде всего… Давайте… Попытаемся понять… Как бы… Что происходит в этой книге… На… Страница… 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 14… Скажите… Кто… Кто вообще помнит книгу Йова? Читай… Кто… Когда последний раз ее читал? Более не менее помните историю? Да… Окей… Хорошо… Давайте прочитаем, начнем читать на странице 14. Если вы помните, то книжка достаточно запутанная, много очень высказываний, и Йов что-то говорит, помните, друзья его говорят, Йов что-то говорит, друзья его говорят, Йов оправдывается, друзья наезжают его, друзья говорят причем правильные вещи, ну красивые очень многие, то есть теологические, опять Йов оправдывается, опять они говорят, он опять оправдывается, пока наконец не появляется такой человек по имени Леуй, а после него Бог говорит свою самую длинную речь, которая записана в Библии, аж три главы речи Бога, то есть самая длинная в книге Йова, и потом конец. Поэтому, если мы читаем книгу Йова, то ты слушаешь слова друзей, все логично и правильно, слушаешь Йова, тоже вроде логично и правильно, и ты не можешь понять, кто же здесь прав? Друзья Йова, Йов, то есть вроде они говорят все правильно. Давайте прочитаем, будем читать правильные толкования в вашей книжке, 14 стих, заполнен. Когда при рассмотрении ситуации Йова у нас возникает сложности и путаница? Сложности и путаница. Божье полное и ясное толкование в начале и в конце книги упорядочивает наше мышление и направляет наши суждения. Божий вердикт, Божий вердикт в начале и в конце книги дает нам очки, через которые мы должны смотреть на малопонятные высказывания, которые заставляют критиков много трудиться. То есть книга Йова выглядит примерно вот так. У нас есть, сейчас его прочитаем, первые две главы. Это эпилог. Эпилог. Затем, тут все ясно. Бог разговаривает. Затем целые 42 главы путаница. Назовем ее душепопечительская путаница. Душепопечительская путаница. Почему душепопечительская? Потому что приходят три друга, душа Пикатиола. То есть человек находится в огромной проблеме, в горе. Они приходят, и я начинаю с ним разговор. Душепопечительский разговор. Приходят, как мы с вами сейчас посмотрим дальше, серьезные служители, серьезные пастера, серьезные лидеры. Это были серьезные очень люди. Сейчас посмотрим. То есть из их описания это не были просто такие ребятки. Это были епископы, хотите. То есть серьезные служители приходят и разговаривают с Йовом. Пытаются его души опекать. И там много непонятного. Но в конце есть пролог. Пролог в конце. И тут все ясно. Поэтому для того, чтобы понять, что происходит вот здесь посередине, чтобы понять эту книгу, нам нужно четко и ясно понять, что происходит в начале, что происходит в конце. Поэтому давайте прочитаем с вами вначале первые две главы этой книги. Кто хочет громко прочитать, чтобы у меня остался еще голос? Первые, просто первые две главы. Был человек в земле Бога, имя его Ио. Был человек этот непорочен, справедливый, богобоятный. Он оголялся и разговаривали. И родились у него семь сыновей и родителей. Менее у него было семь тысяч мелкого скота, три тысячи вербин, пятьсот пар волос и пятьсот пар. И весьма много присутствий. Был человек этот знаменитый отец сыновой стопы. Сыновья его сходили, делая пиры каждой в своем доме. И посылали, и приглашали в дом сестер своих местных детей. Когда круг первых шестер дней совершался, и он посылал за них и освещал. И вставая рано утром, он носился сражения по частным сестерям. И поговорил ему, может быть, сыновья мы и согрешили, похулили Бога в сердце с ним. Так делал Ио. И был день, когда пришли сыны Божьи и предстать из Господа. Между ними пришелся Туни. И сказал Господь, что-то нет. Откуда ты пришел? И отвечал, когда на Господу и сказал, я ходил по земле и обошел. И сказал Господь, что-то нет. Обратил ли ты внимание твое на раба моего и Ола? И в момент такого законной земли человек непорочен, справедливый, богобоятельный, выздаляющийся огонь. И отвечал, когда на Господу и сказал, разве даром Бог с богобоятельным и Ола? Не ты и кругом оградил его, и дом его и все, что у него. Белые руки вот и благослови, и стажа его распространяются по земле. Добросли руку твою и косни всего, что у него. Благословит ли он тебя? И сказал Господь, что у него. Вот все, что у него в руке твое, только на него не подстирай учительный. И отошелся до нас, и сказал Господь. И в том день, когда сыграл я его и дочери его, верик и венокий, в доме первородного брата. И вот приходит песня Киева и говорит, «Зволы орали, и ослицы паслись под виние, как напали с обвинями, и взяли, а отрыхов поразили от стрелы меча, и спаться только я один, чтобы возрестить тебя». И еще он говорил, «Как приходит другой и сказали, огонь Божий упал с неба, и опорил грех и отрыха, и забрал, и спаться только я один, чтобы возрестить тебя». И еще он говорил, «Как приходит другой и сказали, халдеи расположились тремя отрядами и бросились на вершину, и взяли их, а отрыхов поразили от стрелы меча, и спаться только я один, чтобы возрестить тебя». Еще это говорит. Приходит любое искажение, что явно не дочери своей ели и венослили, кроме термородного брата своей. И вот большой ветер пришел от пустыни, и стел четыре угла дома, и дом упал на остров, и не вынес. И спался только я один, чтобы возвестить себя. Когда я встал, я расправлюсь на одежду свою, настрял голову свою и спал на деревню, и поклонялся. И сказал, знать я вышел из чрева матери моей, знать, и возвращусь. И Господь дал, Господь и взял. Такое имя Господь его располагал. Во всем этом не согрешил его, и произнес ничего неразумного от Бога. Был день, когда пришли в Санны Божьей писать без Господа. И из ними пришел и садзана, и садзан из Господа. И сказал Господь, что ты мне, откуда ты пришел? Я отвечал, что ты на Господу. И сказал, я придел по земле, и обошел меня. И сказал Господь, что ты мне, обратил ли ты внимание, трое на раба, моего и он. Ибо нет такого, как он на земле, человек нехороший, справедливый, за незавязчивый, за незавязчивый, за незавязчивый, за незавязчивый оклад. И доселит зерк своей нехорошенности. А ты возбуждал меня против него, чтобы побудить его без него. И отвечал, что ты на Господа. И сказал, что ты за кожу от жизни свою отдашь человек все, что есть у него. Но простые руки твои не коснись, косни его и твой и его. Благословит ли он тебя? И сказал Господь, что ты мне, вот, он в руке твоей, только душу его сбереги. И отошелся ты мне от лица Господа, и поразил его в обраканку и лютую, а подошву ноги его на самом деле. И взял он себе черепицу, чтобы с коблицки себя ели. И сказал ему женателю, ты все еще тверд, непороченский правитель, похудей Бога и улыб. Но он сказал, ты не воришь, как одна из безумий. Неужели доброе мы будем принимать от Бога? Слово не будем принимать. Во всем этом не согрешил он у вас оставить в своем мире. И услышали трое звезды его от всех этих ненесчастств, постичь от него. И пошли каждый из своего места. Элифас, Эмонитянин, Леодат, Кархиянин и Сафара, Эмонитянин. И сошлись, чтобы идти вместе с этого химия и тишат его. И поднял глаза свои и звезды, они не узнали его, и возьмут себе должности. И зарыдали, и разобрал каждую верхнюю одежду, и бросали пыль над головами своих неба. И сидели с ним на земле, с кем в небе и с тем ночью. И никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдания его не знали ничего. Спасибо. Итак, мы видим историю человека, которого был огромный бизнес, огромная семья, прекрасные отношения со всеми. Он был известным человеком, и вот за один день он лишается... Представьте себе, да, то есть примерно, то есть, не знаю, имение... Представьте, у человека завод, да, огромный завод, я не знаю, там, металлургический какой-то полностью. То есть первое известие – бизнес разорен. Я думаю, что даже одно этого известия достаточно, чтобы вызвать огромнейший шторм, да. Затем сообщение о том, что погибают все его дети. Я думаю, что даже тяжело себе представить родителей, у которых один есть ребенок, но все десять детей в один день погибнуть... Да, то есть даже слово тяжело найти подобного, да. То есть мы видим человека, на которого обрушиваются огромные-огромные штормы. И что интересно, это как Бог вначале дает характеристику Иову. То есть что интересно в этой книге, что именно сам Бог дает ему характеристику. Вы видите четыре характеристики, которыми Бог называет Иова. Первое – непорочный, совершенный, мы сейчас поговорим об этом. «Справедливый» на еврейском, вы видите, «яшар» обозначает прямой, более такой даже правильно, честный. То есть можно сказать, что тот, кто живет в согласии с Божьими путями, в мыслях, в действиях, не отклоняется от него. То есть прямой. Богобоязненный, то есть человек, который... Мы знаем, что страх Божий – начало мудрости, да. То есть богобоязненный – это очень сильное описание, да. То есть это действительно почтение Бога, это боязнь окорочить Бога, да. Написано, «Страх Господень ненавидит зло». То есть мы понимаем, что это человек, который боялся согрешить, человек, который боялся и решительно отказывался от всех возможностей совершить зло. То есть Иов, можно сказать, человек с обузданной плотью, если бы мы сказали, как христиане, да. Понятно, да, что такое обузданная плоть? Не греху, обузданная, да. То есть человек, ходящий в духе, по-настоящему, да. То есть Бог говорит, что он богобоязненный, да, что он прямой. Затем он называет его «раб мой». Раб мой – это всегда знак заветной дружбы, да. То есть «раб мой» – это обозначает завет. Это что-то очень мощное, это очень сильное. И четыре раза в двух стихах. Четыре раза в двух стихах. То есть это очень сильное заявление, да. То есть он раб мой. Это завет, это дружба. То есть подобными именами только что-то близкое Бог называл там Авраама, Давида. Но даже вот всеми этими именами, мне кажется, практически никто не назван в Библии. То есть очень-очень мощные имена, какими Бог называет Иова. И особенно интересно слово «там». Очень интересное слово «там». Оно очень важное для понимания не только книги Иова, но вообще многих концепций в Библии. Слово «там». Можно записать это. Слово «там». Интересно на иврите. Что значит такое слово «там»? Там, то есть у нас переведено как непорочный, да. Теперь, когда вы слышите слово «непорочный», что о чем вы думаете? То есть что такое непорочность? Нечего на него сказать плохого. Нечего сказать плохого. Никаких плохих привычек. Без порока. Непорочный. Окей. Без дефектов. Но есть ли кто-то из людей непорочный? Сегодня мы можем сказать о ком-то непорочном. После Адама все. Так как может быть, что Бог называет Иова непорочным? Вы задумывались об этом? Как это может быть? Есть еще другие люди, которые тоже называли непорочным. Написано о Ное, что он был непорочен перед Богом. В своем поколении. В своем поколении. Окей. Праведник. Ну, хорошо. А что значит праведник? Как нам понять? То есть непорочный и безгрешный – это то же самое? Это какая разница? Это очень важно. Интересно это. Как? Непорочный – это внешний. То есть внешне он может все быть красиво, а внутри гнилой. Нет. Человек, который умеет справляться со своими пороками и безоставленной жизни. Окей. Но это не то же самое? Ну, после Адама вроде бы никто не безгрешный. Были же праведники. Так безгрешный и непорочный – то же самое? Нет. Так а в чем? То есть старается жить, окей. Справился со своим. То, что я сказал – обуздал свою плоть, да. Верен Богу. Язык не обуздал. Язык не обуздал. Но Бог, смотрите, обратите внимание, Бог его называет там. То есть этим словом он непорочен. Бог его называет непорочен. А сегодня можем ли мы кого-то назвать этим словом там? Специально, ну, как бы, вот это на иврите, да. Там непорочный сегодня есть кто-то непорочный? Мы? Его праведности. То есть есть, но что это значит, если мы, то есть мы все такие? Там будем там. Там будем там. Ага. Хорошо. Да. Это достаточно интересно, потому что это там на иврите происходит от слова… Давайте посмотрим еще, скажем так, где описывалось слово там. В книге «Исход» в книге «Левит» описывается слово «там» используется для описания чистой жертвы. Жертва должна быть чистая там. «Исход» 12.5 и «Левиты» 1.3. «Левиты»… Интересно, что в псалмах Давид говорит о «там». Например, псалом 118-й, псалом 118-й, псалом 118-й, псалом 118-й. Кто быстро откроет псалом 118-й, первый стих? Блаженно непорочные в пути. «Счастливые» – «счастливые» – «непорочные», это описано там слово, «непорочные», да? Псалом 24-21. Псалом 24-21. «Непорочные» – «непорочные», 25-й, первый стих. «Давид говорит, я ходил в непорочности моей». Интересно, Давид всегда ходил в непорочности? Знаем, что были у него серьезные грехи, да? Очень даже, да? Там. Иной и Авраам назван там, непорочный. Что же такое непорочность? Как она связана с нами сегодня? Ответим на это после.